здравствуйте сегодня мы с вами свяжем нимфу условно ее можно назвать caddis у по крючок мы будем использовать arex fw521 установим крючок губки тисков будет иметь такую форму и самого начала я думаю мы сделаем такую точечку в самом 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 начале хвостика так сказать hotspot красного цвета для этого немного переставим крючок более удобное положение ненадолго и для этого будем использовать ультрафиолетовый лак фирмы gulf серия эмбуланс hot fluret такой красный цвет возьмем немного лака на даббинговую иглу и нанесем вот примерно в этом месте нашу эту яркую точечку красного цвета смесь с двух сторон и полимеризуем это при помощи фонарика ультрафиолетового вот такая у нас получилась яркая точечка достаточно и устанавливаем крючок уже удобное для нас положение чуть поджать посильнее далее мы разместим на цевье немного грузки для мушки летом буду использовать проволочку свинцовую возьмем немного проволоки буквально небольшой кусочек и при помощи вы заметили он имеет такое вот круглое сечение при помощи плоскогубцев с плоскими кончиками мы раздавим нашу проволоку до плоского состояния и у нас с вами получается вот такая плоская свинцовая проволочка и а мы аккуратно ее уже фиксируем на цевье крючка близко к точке не берем красный оставляем там немного расстояния проматываем примерно до этой точки и излишки отрезаем окончательно загибаем все участки проволочки с обоих концов и закрепим более уверенно на цевье нашу проволоку при помощи монтажной нити нить я буду использовать обычную монтажную нить юни 8.0 такого оливкового цвета фиксируем монтажную нить излишки подрезаем и аккуратненько прихватываем нашу свинцовую проволочку в одном направлении и в обратном проматываем таким вот способом несколько раз вперед назад чтобы проволочка более уверенно была зафиксирована на цевье для придания сегментации телом ушки мы будем использовать проволочку черного цвета отрезали проволочку и фиксируем аккуратненько на цевье и проматываем постепенно по направлению к нашей красной точке и убираем немного сторону далее можно монтажную перевести еще раз немного вперед и приступим к фиксации следующего элемента элемента шелка такого зеленого цвета для того чтобы придать оттенок цвет телом ушки самой отрезали немного шелка и так же фиксируем на цевье и так же проматываем по направлению к нашей яркой красной точке и монтажную нить вводим вперед излишки здесь отрежем остатки шелка прикроем монтажной нитью и тут очень важно не переборщить тело не уйти слишком далеко вперед так как у нас здесь будут еще другие элементы вот у нас где-то досюда надо завести но я думаю пока мы перевели монтажную нить вперед мы зафиксируем еще один элемент это глазки мушки выполнять его будем из обычной лески отрезали небольшой кусочек лески зажали его ну я использую пинцет и при помощи зажигалки аккуратно подплавляем с одной стороны вылетело подплавили с одной стороны сейчас доплавим чуть-чуть и плавим с обратной даже можно чуть-чуть поправить и проделываем ту же самую операцию с противоположной стороны и этого думаю будет достаточно остудили получается вот такие вот глазки с двух сторон и закрепляем практически у самого колечка крючка поправим выровняем по длине в одном направлении восьмерочка в другом в другом вот вроде с нелли ровненько да и переведем монтаж нить немного назад туда где у нас будет заканчиваться тело мушки а теперь берем наш шелк и начинаем формировать тело мушки делая это аккуратно уже по направлению к колечку крючка и придаем вот такой вот светло-зеленый оттенок нашей мушки я думаю здесь будет достаточно перехватываем монтажной нитью и закрепляем окончательно излишки отрезаем пару ворсинок у нас развалились мы подхватили но ничего страшного мы это все закроем можно вот так вот подправить и приступим к формированию тела мушки уже из ультрафиолетового лака для этого мы будем использовать ультрафиолетовый лак фирмы GULF THINMAN лак который наносится более таким тонким слоем ну и можно распределить это все нашей иголочкой аккуратно и в 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 зафиксировали вот эти вот торчащие ворсинки как раз таки уже можно окончательно подрезать и намешать не будут да и в принципе здесь уже будет формироваться торакс мушки далее делаем при помощи нашей черной проволочки сегментацию мушки аккуратненько сегментируем телом ушки и закрепляем несколькими оборотами излишки также отрезаем острый краешек убираем монтаж можно немного отвести назад начиная с этого места у нас где-то будет формироваться торакс мушки поэтому мы можем пока убрать монтажную нить обратно и навести дополнительный слой у эф лака закрыв уже саму проволочку и даббинговой иглой мы уже окончательно распределяем лак по телу мушки придаем форму окончательно и полимеризуем также сейчас приведем в порядок глазки мушки также сейчас приводим глазки мушки в порядок немного подкрасим и нанесем капельку ультрафиолета в вульф black magic с одной стороны и то же самое другая далее фиксируем полосочку латекса такого поверх цевья закрепляем и проматываем примерно до этой точки переводим монтажную нить обратно и добавляем немного даббинга даббинг будем использовать слф темно-коричневый с блестками немного даббинга на монтажной нить нет но предварительно сейчас мы с вами сделаем другую операцию мы с вами зафиксируем бородки пера хвостового фазана такое вот перо берем бородок 6 6-7 по длине они примерно одинаковые отмеряем длину которая будет равняться практически длине крючка вот так переводим монтажную нить вперед под глазки и фиксируем вот эти бородки пера хвостового фазана снизу несколько оборотов и проматываем по направлению загиба излишки тут уже можно отрезать возвращаем монтажную нить обратно и здесь можно уже добавить даббинг наносим даббинг на монтажную нить и начинаю формировать те ламушки и 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 Дойдя практически до глазок, здесь мы установим следующий элемент. Это ножки-мушки будут выполняться из пера-куропатки. Берем перо-куропатки, очищаем от пуха, от ненужных пластинок. Отведем нужное нам количество бородок назад, а все остальное мы удалим. И остается такой V-образный сегмент. Устанавливаем его снизу мушки, фиксируем несколькими оборотами и вытягиваем потихонечку перо назад. Получаются такие ножки-мушки. И делаем несколько окончательно фиксирующих оборотов, поправляем, если что, и излишки удаляем. Теперь этот проем немного заполним нашим же даббингом. И добавим следующий элемент, это такие вот крылышки-мушки. Для этого мы воспользуемся такой швейцарской соломкой. Отрезаем полосочку примерно шириной миллиметра 4. Прикладываем, ну нет, широкая, можно даже чуть поменьше. Прикладываем точки крепления, немного под углом, фиксируем на цевье. Один, два, три оборота. Вот, получается, такой вот зачаток крылышек. Излишки отрежем. И повторим ту же самую операцию с обратной стороны. Под таким же, стараемся углом. Фиксируем. С обратной стороны. Замечательно. Излишки отрезаем. Ну и опять же, немного до бандавинга прикроем нашу соломку швейцарскую. Берем спинку мушки. Накрываем перед глазками. Фиксируем в этом месте. Два оборота. Переводим. Ну вот сейчас вот здесь, в этом моменте можно отогнуть вот эти бородки хвостового пера, фазана немного назад. Зафиксируем также в этом положении, вот здесь вот. Перевести монтажную нить вперед к колечку. И здесь уже зафиксируем второй раз нашу латексную полоску. Делаем несколько кротов и переводим монтажную нить обратно назад. Мы сначала хорошо зафиксируем несколькими оборотами латекс. Излишки отрезаем сразу. И добавим усики мушки. Для усиков будем использовать перо бронз маларт. Отрезали две бородки пера бронз маларт. Отмерили интересующую нас длину усиков. Приложили к точке крепления. Сделали несколько оборотов. Нас устраивает положение усиков. Наносим немного даббинговой смеси на монтажную нить. Закрываем наш весь голый участок. И переводим монтажную нить уже. Так, аккуратно слетели. Поправим еще раз. И переводим монтажную нить уже в сторону колечка. И делаем здесь несколько фиксирующих оборотов пера бронз маларт. Излишки мы отрезаем. Возьмем теперь наш узловес и сделаем финишный узел. Аккуратненько делаем финишный узел. Монтажную нить отрезаем. Глазки мы можем немного обновить. Мы их немного помяли. И с обратной стороны аккуратненько. Вот так. замечательно теперь берем наши ножнички и придаем окончательный вид нашим зачаткам крыльев с одной стороны и с противоположной очень кропотливая работа особенно когда ножнички мои любимые уехали на заточку подрезали зачатки крыльев ну и теперь взяв дабинговую иглу мы можем немного сделать наши усики такой изгиб придать им и вот наши ножки и забородок пера фазона тоже мы можем немного подогнуть сейчас покажу как нога ножки расправляем И получается у нас с вами вот такая замечательная мушка под названием Green Cadiz Pupa. Назовем ее вот так, я думаю довольно так интересно получилась мушка, спасибо всем за внимание, до свидания.